приветствую вас дорогие друзья на моем канале сегодня долгожданный для многих ролик про украшения бижутерию которую я находила в последние месяцы на рынках барахолках в интернете я покажу в этом ролике здесь есть более ранее более позднее буквально неделю назад найденные украшения ну покажу вам сегодня все не знаю может быть даже получится две серии потому что это ваза глубокая и там вот на дне еще очень много всяких разных украшений только то что вы видите на поверхности но не будем долго болтать и приступим к обзору я приготовила себе посудинку в которую я буду складывать украшения которые мы с вами уже посмотрели кладу сюда прекрасную салфеточку из плаванского кружева и приступаем буду как всегда брать по одному украшения и показывать вам что под руку попадется как говорится вот такая вот что это у нас это у нас зажим для платка скорее всего ну латунного цвета может быть это латунь может быть это какой-то другой металл просто такого цвета здесь мы видим вставку из перламутра мне кажется такая вот типичная вещь для где-то наверно конца 60-х 70-х годов в общем короче мид сенчери середина века плюс-минус 20 лет вот такая вот вещь вещь зажим винтажный с очень красивой вставкой из перламутра следующая вот такая брошь это ну можно сказать копия одной очень известной броши я забыла фирма на какое-то громкое имя есть это такая вот копия здесь правда тоже есть что-то типа клейма буква р в кружочке такие вот красивые пальмы с эмалью бежевого и такого розоватого цвета такая симпатичная летняя брошь прекрасном состоянии как-то повезло в одной женщины мне найти очень много брошек наверное штук 12 я у нее купила сразу вовремя подошла еще мало народу было на распродавала свою коллекцию вот эта брошь тоже оттуда это я помню тоже очень интересная брошь первый раз такое встретила нее было три но две остальные были в более плохом состоянии видите шумпальный замочек здесь у этой броши то есть это говорит нам тоже о некоем возрасте этой броши таком преклонном и кого-то интересная техника изготовления буду стараться свои руки показывать как можно меньше потому что у меня сейчас рабочий сезон и мои руки очень долго находятся в воде по долгу моей службы я руки мою ну может 50 раз в день с мылом когда работаю и постоянно все равно руки в воде и у меня и в воде и в воде и поэтому состояние конечно желает лучшего поэтому сразу за это извиняюсь и кто будет писать комментарии насчет состояния моих рук я вам сразу объясняю вот такая вот брошь на стекле здесь какая интересная техника напишите может быть кто-то знает примерный возраст как вы оцените я думаю что первая половина 20 века это такое вот развернутая развернутая дата так следующая вещь это вот эта брошь опять же это перламутр очень интересная такая лаконичная даже можно сказать брошь тоже я думаю что где-то середина прошлого века скорее плюс пару десятков лет темный первомутр такой вот серенький очень симпатичная такой вот акцент на одежду на какую-то однотонную мне кажется очень классно и далее такая вот брошь с претензией какой-то на какую-то роскошь вот может быть это типа реплика какой-то очень старинной брошь и это брошь я не думаю что она очень старая но где-то наверно середина прошлого века тоже скорее всего это чехия поэтому филигранному металлу вставка это стекло художественное стекло и искусственный жемчуг такая очень симпатичная я бы сказала что она больше коллекционная брошь чем ее хотя конечно можно носить при желании при соответствующей одежде принципе такая внушительная дальше у нас это не украшение но я все равно решила показать и эту эту вещь в ролике можно ее при некой никому некой долю воображения отнести к украшениям потому что это действительно очень красивая вещь она украшает собою стол вещь это выполнена стиле югент стиль как вы видите прямо типичное такое видите растительное растительный орнамент это конечно щипчики для сахара вот изумительная вещь даже нашла я ее уже довольно давно кто подписан на мой инстаграм уже видела ее вот но это просто изумительная вещь я ее очень люблю любуюсь регулярно скорее всего это латунь вот вы видите по этому желтому блеску я думаю металла и скорее всего это было посеребрение которое вот уже частично сошло здесь есть клеймо вот там вот на внутренней части 2 так не видно но вот здесь вот внутри есть клеймо две скрещенные шпаги и буквы c d e по моему вот классная вещица дальше брошь опять перламутр в этот раз ведь у нас с вами уже третья вещь с перламутром тоже очень приятная брошечка такая скромная но симпатичная и опять же я думаю что это чехия хотя совсем не обязательно тоже насчет возраста затрудняюсь сказать ну середина прошлого века плюс-минус очень милая дальше интересная брошь нашла и совсем недавно такая вот с множеством цепочек спадающих как водопад такая вот очень интересная брошь такая вот похожая немножко на и палет очень красивая сделана такая подчерненное золото здесь есть и искусственный жемчуг и прозрачные кристаллы и такой вот черный кабошон центральный растительные узоры листики это ручная работа здесь даже есть клеймо не могу понять что здесь написано то ли это селин написано то ли гелин то ли гелис что-то там написано такое но видно что это брошь ручной работы очень оригинальная и такая красивая прекрасном состоянии цепочки такие прям тоненькие тоненькие нежные какие-то на ощупь как шелковая дальше 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 такая вот таблетница думаю довольно таки старенькая такая вот интересная вот все золото уже с нее облезло в принципе наверно она была позолочена и здесь что это такое наверное это натуральный камень вот я не знаю как ее почистить чтобы он засиял во всей красе он как-то потускнел мне кажется этот камень должен быть он поярче быть но таблетница она мне досталась вместе с брошками просто мужчина продавал все вместе сказал по отдельности нельзя купить поэтому пришлось эту таблетницу тоже купить но в принципе при рассмотрении не такая уж она и плохая вещь довольно интересная думаю старенькая вот а в комплекте в комплекте к этой таблетнице шли вот такая вот брошь тоже показалось мне интересный металл бронзового цвета ну мне что мне понравилось это очень яркие такие вот кристаллы они прям очень блестят переливаются какое-то очень хорошее качество этих кристаллов к ним же шли вот такие вот клипсы с недостатками но клипсы эти я взяла так как здесь очень хорошего качества кристаллы в этих клипсах я их взяла думаю они пригодятся на какие-то переделки на восстановление чего-либо вот такие вот старенькие просто клипсы это все кто и же таблетнице шло и там еще было а вот ради чего я это все купила это вот это брошь шла но это тоже я взяла как бы на переделку хотел здесь смотрите из этих клипсов и кажется сюда можно добавить кристаллы в эту брошь здесь тоже не достает 3 хотя вот эти ножка крупноватая даже здесь 5 не достает сейчас смотрю но вот эта брошь водопада тоже их называют вот эти брошки когда такие вот нити с кристаллами свободно спадают с основной броши здесь тоже не достает здесь не достает 5 кристаллов но эти немножко крупноватые чтобы сюда например добавлять но можно что-то другое найти эти чуть-чуть крупнее чем эти ну в принципе потом посмотрим я думаю надеюсь что я когда-нибудь этим все-таки начну заниматься потому что мне это все очень нравится вот эта вот брошь была в комплекте со всеми остальными ради нее я все это и приобрела это брошь видите в металле золотого цвета звезда великолепнейшая брошь просто чудо к любому наряду она и не большая и не слишком маленькая и она в прекрасном состоянии просто чудо вот замочек тоже замочек здесь ведь просто такая вот застежка очень простая ну все работает вот очень очень красивая брошь морская звезда немножко даже видите как бы выгнутая такая вот красивая но мне очень очень нравится ну и вот в эту же тему вот еще одна звезда опять же эту брошь я купила она с недостающими кристаллами причем с большим количеством здесь не хватает 1 2 3 4 ну вот смотрите например вот отсюда мне кажется вот эти кристаллы хотя нет они опять же немножко большего то для этих вот чуть-чуть большего то ну вот так вот надо смотреть смотреть и подбирать у меня есть несколько украшений такие которые я покупала именно для переделок вот эту брошь я очень хочу восстановить потому что такая внушительная тяжелая брошь мне кажется на на верхнюю одежду типа на пальто или на пиджак очень хорошо будет смотреться ну вот ее надо будет просто кристаллики подобрать с других украшений у меня много надо будет посмотреть надо будет просто четыре кристалла добавить посмотрите она звезда морская а здесь внутри еще ракушки но это очень красиво такая необычная как классная здесь есть тоже какое-то клеймо вот она здесь сбоку в кругляшки кружочки не знаю что это такое какая-то галочка или птичка или что это такое вот клеймо брошь великолепная так дальше я могу долго любоваться сидеть вот такая вот интересная брошь змея серебряной головой тельца у нее золотого цвета и вот здесь переход между телом и головой такие вот вот две галочки очень тоже лаконичная брошь змейки знамя змейки всегда привлекают и в браслетах в брошах ну в серьгах я как-то не припомню чтобы у меня были серьги или клипсы со змеями ну вот броши и браслеты уже такая небольшая коллекция есть небольшая коллекция из двух предметов вот такая вот броши очень качественная какая-то такая знаете прям качество ощущается она такая тяжеленькая тоже мне кажется на пиджаке или на пальто такая брошь будет выглядеть очень красиво классная брошь дальше но раз мы уже пошли по по фауне у нас уже чтобы морские звезды были змеи теперь бабочка такая вот симпатичная бабочка эмалевая тоже очень она хороша металле золотого цвета здесь даже есть у нас что-то что там есть какие-то цифры 25 87 ну вот я не знаю что это за цифры такая вот брошка у меня кстати это не одна брошка с цифрами я уже забыла мне раньше писали какая фирма делала клеймо видит цифр какая-то довольно таки известная фирма вот вылетела из головы как всегда конечно же вот что кто-то писал цифры на своих брошках есть эти это у меня еще была брошка с цифрами ну ладно потом мужчина на найдем ее там она еще попадется такая бабочка очень очень симпатичная летняя летняя брошка дальше есть у меня еще вот такая вот таблетница это керамическая вставочка с розой вот смотрите с двумя отделениями ну как всегда это план вставочки это пластик опять же это середина середина века просто есть таблетницы которые у этих ставка из них уже выпало и они без вставки то есть там просто металлическая есть которых сохранилась вот эта вставочка для таблеток например на утро да и на вечер очень удобно брать с собой вот у этой например вставка сохранилась а у этой вот вставочка потерялась ну обычно у них идет такая вот вставочка в комплекте и еще очень красивая таблетница с орхидеями тоже здесь есть вставочка вот эта пластиковая ее можно вынуть помыть опять вставить очень удобно и гигиенично красивая какая-то есть внутренняя часть у коробочки у этой у таблетнице и керамическая вставочка с орхидеями и другими цветочками тоже состояние прекрасное очень хорошенькая дальше 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 вот такая вот брошь это брошь с гранатовым стеклом такого темно-темно-красного цвета малинового бордового кристаллы мелкие очень красивая брошь тоже на однотонную какую-то ткань мне кажется на белом будет очень красиво смотреться на какой-то темной ткани мне кажется она потеряется потому что камешки эти они очень-очень темно-красного цвета такого кровавого красного цвета видно ли их блеск такой гранатовый красивый это именно стекло это не гранаты гранатовое стекло настоящий гранат тоже у меня есть сейчас на на покажу это уже будет последняя вещь сегодня еще остались украшения как я и говорила на вторую серию посмотрим следующий раз последняя вещь которая покажу сегодня это вот этот чудесные гранатовый браслет вы уже видели его я не знаю может быть я не знаю очередность своих роликов я сама я сама не знаю когда какой ролик выйдет первым какой второй какой третий в общем короче у меня не всегда все совпадает по времени поэтому может быть вы видели ролик где я купила этот браслет может быть нет но я думаю что можно еще раз полюбоваться на эту неземную красоту мне просто повезло невероятно купить этот браслет из настоящих чешских гранатов богемских есть страховочная цепочка единственное что здесь здесь отсутствует два камешка взять один большой и один маленький но у меня есть целая коллекция уже гранатовых вещей и есть вещи с выпавшими кристаллами я думаю что я подберу для этого браслета из других украшений подберу камешки они все ручной огранки я уже все рассмотрела в лупу абсолютно все ручной работы я не знаю даже какого времени этот браслет но он очень старый я думаю что ему сто лет минимум вот замочек прекрасно работает посмотрите какой интересный так вот сюда нажимаешь на маленькую такую штучку и вот он открывается вот страховочная цепочка все сохранилось вообще просто полностью ручной работы каждый винтик все обточено все вставлено это просто изумительней шая работа даже не могу объяснить материал металл это скорее всего tombak это материал металл который широко использовался в бижутерии сплав из разных металлов и настоящий гранаты больше я ничего не могу сказать в этом браслете кроме того что он просто великолепный вот замочек очень хорошо закрывается раз щелчком он очень крепко мы не знаем потерять его очень сложно но на мою руку к сожалению он маловат я уже показывала да но он нам не закрывается но он нам не туго очень сидит поэтому это на более тонкую ручку да но коллекционная вещь конечно можно на какой-то там прием надеть этот браслет потому что конечно великолепие просто смотрите какое невероятное но я как-то на приемы не хожу поэтому этот браслет просто будет у меня в коллекции останется в наследство моим детям такие вещи даже сейчас они стоят недешево где-то около 300 евро если продавать в интернете если вставить камешки будет стоить этот браслет вот но я думаю что со временем его цена не упадет а наоборот мне кажется тоже будет больше потому что гранаты сейчас растут в цене ну вот на этом красивом браслете я заканчиваю свой сегодняшний ролик видите здесь даже сделаны отверстия для того чтобы карк камни центральные сияли в праве этих просветах видите мерцали на солнце пропускали через себя солнечный свет и сверкали на этом красивом браслете заканчиваю свой сегодняшний ролик спасибо за ваше внимание спасибо что были со мной сегодня надеюсь вам мой ролик понравился вот это все украшения все предметы которые мы с вами сегодня посмотрели а я желаю вам всего самого доброго будьте здоровы счастливы кто тоже занимается поисками винтажа антиквариата коллеги желаю вам успехов лето самый плодотворный период барахолок и блошиных рынков всем здоровья и до новых скорых встреч пока пока ну да спасибо за лайк